Дорогие поклонники Иисуса Христа! Вы приглашены на конференцию хвалы и поклонения, которая состоится с 1 по 3 октября. Гости и спикеры конференции Филипп Реннер со своей группой. Это будет, несомненно, незабываемое время. Не вижу свет, даже когда тьма придет, Голос твой не подведет, Кто за ним я и стелет! Конференция начнется с вечера хвалы и поклонения в четверг, 1 октября, и продлится еще два дня, где гости конференции проведут различные семинары и классы для музыкантов и лидеров прославления. Каждый день будет завершаться вечером хвалы нашему Богу, где каждый может прийти и пригласить своих друзей. На каждый вечер хвалы и поклонения вход свободный, где будет приниматься пожертвование для наших дорогих гостей. Мы рекомендуем каждому музыканту и вокалисту зарегистрироваться и присутствовать на всей конференции. Не пропустите ни одного семинара. Для регистрации зайдите на сайт церкви mcg12.org Здравствуйте, возлюбленные! Мы весьма рады, что вы присоединились сегодня к нам смотреть канал «Импакт» телепередачу «Влияние». И сегодня с вами в прямом эфире я, пастор Виктор Музычук, церкви Милхиседек и один из служителей, хороших служителей нашей церкви, Тарас Черный. Здравствуй, пастор! Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Мы рады, что сегодня можем передать наши сердца, нашу любовь, а самое главное – откровение Божьего Слова, которое весьма-весьма ценно в нашей жизни. Потому что среди всех ценностей, которые в нашей жизни есть, мы должны знать главную ценность. То есть, что есть материальные ценности, есть наши душевные ценности, есть духовные ценности. Буквально вчера одна женщина звонила мне помощи, просила, и у нее заболел муж. Заболел муж, и на ней теперь дети, а муж, он лежит без сознания, то есть нету сознания. И на ней финансы, дети, вся забота. И я ей говорю, говорю, теперь вы должны заботиться о себе больше всего. Потому что, говорю, вы теперь главное в семье. Муж лежит, он лежит без сознания, он уже лежит несколько месяцев. Говорю, на вас ваши дети и еще внуки вместе с ней. И я говорю, вы главное, вы должны, говорю, теперь заботиться о своем здоровье прежде всего. Потому что, говорю, когда будет вам хорошо, будет всем хорошо. Она говорит, ну я, говорит, пастор, думаю как раз наоборот. Говорит, я думаю, что здесь я? Я здесь ни при чем, я не главное. Главное помочь тем, кто нуждается. Я говорю, действительно так. Но, говорю, вы можете помочь тем, кто нуждается, когда сможете помочь себе вначале. Говорю, если у вас не будет здоровья, ни у кого теперь не будет помощи. Если, говорю, вы не будете зарабатывать деньги, то есть вся семья будет страдать. И она говорит мне, говорит, ну это революция в моем разуме. Я привыкла о себе не думать. И я к чему веду эту мысль? Иногда мы не задумываемся, что самое главное. Мы главное ставим на вторую часть, а второстепенное на первую часть. И от этого много страдаем. Потом страдает наша семья, страдают наши дети, страдает наше служение. Поэтому возлюбленные, очень важно понимать, что среди земных, материальных, душевных, семейных ценностей, духовная ценность и взаимоотношение с Богом превыше всего. Даже если мы можем потерять все остальное, но отношения с Богом мы должны сохранить. Амэн. Каждый день. Каждый день. Итак, возлюбленные, мы сегодня будем говорить о самом-самом важном и главном. О ценности поклонения Богу. Конечно, это слово, оно чуть-чуть и далекое, и близкое, потому что мы физически как-то не привыкли как бы поклоняться Богу. И когда мы слышим слово поклонение, в нашем разуме сразу, а может это какая-то харизматия? Наверное, да, скорее всего. И что получается? Мы и физически не поклоняемся Богу, а духовно мы стараемся от этого слова уходить, как бы чтобы не стать харизматом. Но главное, на что мы должны обратить внимание, что говорит об этом Библия. Потому что Иисус всегда обращает нашу цель на свое слово, чтобы мы жили его словом. Итак, Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стихи Библия говорит, «Опять берет его дьявол». Я хочу сделать ударение на это слово, что дьявол очень глубоко заинтересован в поклонении, как и Бог, одинаково. Хоть дьявол, хоть Бог, оба заинтересованы в поклонении человека. Оба. И Иисус с этим не спорил, и дьявол с этим не спорил. Наоборот, стоял вопрос, кому будет принадлежать поклонение. Не стоял вопрос, ценно ли поклонение, а кому. Берет дьявол его на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Второе слово, которое я хочу выделить, «славу». Потому что слава – это результат поклонения. Если нету Божьей славы в нашей жизни, нету поклонения. Или скажем наоборот, если есть бесславие, унижение в нашей жизни, это тоже плод, что нету поклонения. Где отсутствует поклонение, там присутствует бесславие. Я думаю, что это очень глубокая мысль, пастор. Хотелось бы больше ее затронуть. В каком смысле ты имеешь это в виду? На практике как это выглядит? Ну, это вся как бы наша жизнь. То есть, как христианская жизнь, как духовная жизнь, как наши семьи, как наше здоровье, как наши финансы. Если мы живем в бесславии, то есть в таком униженном состоянии, подавленном состоянии, это говорит о том, что в нашей жизни отсутствует настоящее поклонение Богу. Потому что, смотри, дьявол был готов променять всю славу... Славу мира. Славу мира, все, что есть. Отдать славу мира Иисусу ради поклонения. Потому что поклонение, оно намного выше славы. И он говорит, давай так. Это как ты приходишь в магазин, к примеру. Говоришь, вот мои деньги, дайте мне эту вещь. Обмен. Обмен. То есть, вещь – это результат твоего труда, твоих денег, плод. То есть, если ты хочешь вещь, отдай деньги. Точно так же дьявол говорит, что я готов отдать славу мира взамен на поклонение. То есть, поклонение стоит выше, превыше всего. Конечно. Поклонение – это как ресурс. Это главный ресурс, коренной ресурс, на который Бог и дьявол делают главное ударение. И когда многие, простите, что я так прямо говорю, проповедники, в кавычках, служители, они настраивают людей против поклонения. То есть, я не говорю, что нужно только петь харизматические песни. Я говорю, прежде всего, о внутреннем состоянии сердца. А потом так же о том, как себя человек выражает снаружи. Если вот эти люди, они лишают церковь поклонения, они против поклонения, на самом деле, ну простите, но это факт, они работают на дьявола. Потому что, когда христианин лишен поклонения Богу, в его жизни никогда не будет Божьей славы. Тогда у меня, пастор, стоит вопрос. Ты до этого сказал, что мы иногда удаляемся от этого слова. Но ты знаешь, что я люблю думать, люблю задавать вопросы, рисовать всю эту картину. В каждой церкви есть время для поклонения, есть возможность. То есть, да, может мы, с одной стороны, удаляемся от этого слова, но в каждой церкви 30% служения, если служение полтора часа, 30% служения уходит только на поклонение. Тогда, как бы, тогда почему многие церкви вот именно в этом бесславии, без присутствия, без вот этой славы? Ну, это как прийти, к примеру, в спортивный джим, где люди занимаются спортом. Если я пришел в спортивный джим, это не говорит о том, что я буду спортивно подтянутым, накачанным. То есть, я должен что? Использовать это время для упражнения. Если человек пришел, и есть церкви, служения, которые практикуют поклонение, но он стоит и не участвует в этом ни разумом, ни сердцем, ни устами, никак, ни своим телом, то пользы от этого ему нет никакой. И церкви нет никакой. Почему? Потому что личность церковь, она не участвует. И очень часто, даже тогда, когда и поются песни поклонения, прославления, люди не поклоняются Богу, они просто поют песни. А из-за того, что ты поешь песни правильные, это еще не говорит, что ты Богу поклоняешься. То есть, позиции твоего сердца нету, что ты это отдаешь во славу Божью, что ты поклоняешься Богу. Но это еще не все, Тарас. Это только одна часть, что в нашей жизни нету славы. Но второе, что худшие люди, которые не научились поклоняться Богу, они никогда ему не служат. От этого дети занимаются наркотиками, мужья перестают ходить в церковь. Людям становится неинтересно служение Богу. Почему? Потому что, смотри снова, что говорит Писание. Дьявол вывел его на высокую гору, говорит, вот видишь всю эту славу, все это отдам тебе, если, пав, то есть физически и внутренне, поклонишься мне. То есть, говорит, давай мы сделаем обмен. Ты мне поклонение, я тебе славу. И что отвечает Иисус Христос? Отойди от меня, сатана, ибо написано. То есть, главное, что написано. Живем ли мы как написано, или живем мы как мы думаем, каково наше мнение. Наша культура, и так далее, и тому подобное. То есть, Иисус не концентрировал свою жизнь, свое, как это, апелье, мнение, спасибо, мнение на том, что он думает. Он говорил, что написано. И что он отвечает? Господу Богу, твоему поклоняйся. То есть, Иисус говорит вот так правильно. И потом, что и Ему одному служи. Часто люди говорят, я Ему, Богу, служу. Правда, я не поклоняюсь. А Иисус говорит, это невозможно. Если ты хочешь служить Богу, поклоняйся Ему. Поклоняйся. И вот поклонение, в своей сути, это первое, чем мы должны заниматься, христиане, приходя в церковь или в наши жизни, поклоняться Богу. Я думаю, что в разуме наших телезрителей происходит революция за последние 5-10 минут, которые мы здесь. Я абсолютно солидарен с тобой, пастор. Хотел бы подметить, перед передачей я нашел местописание, где написано 2 Фессалоникийцам с 13 стиха. Я, конечно, буду переводить с английского на русский. У меня английская версия Библии. Что мы связаны тем, что мы постоянно и непрестанно благодарим Бога за вас. Потому что Он вам дал рождение через своего святого духа. То есть, мы должны благодарить и поклоняться Богу. Как бы в жизни христиана, так как ты и говоришь, что это стоит на первом месте. Личная отдача и поклонение, служение Богу Иисусу Христу. И Иисус показал нам в этом пример в Матфея 4 глава, о которой ты говоришь. Часто, когда с людьми говоришь, вы верующие, вы служите Богу. Да, мы ходим в церковь. То есть, у нас... Ассоциация. У нас ушло поклонение Богу, служение Богу. У нас вместо поклонения и служения Богу на это место пришло... Я хожу в церковь. То есть, как бы я поклоняюсь церкви. Я там постоял или посидел. Я пробыл своих полтора или два, или два с половиной часа. Все, что еще нужно. Но нет, церковь — это не цель. Церковь — это средство. Церковь должна предоставить людям платформу поклонения Богу. Если церковь не предоставляет платформу поклонения Богу, то эта церковь лишает человека Божьей славы и лишает возможности, чтобы эта личность служила Богу. Служила Богу. Конечно, с силой никакая церковь. Самое лучшее — она не заставит человека поклоняться Богу. Как старое высказывание говорит, можно коня пригнать на водопой, но вот пить его ты не заставишь. Точно так с нами, с людьми. Мы можем предоставить возможность, но будет ли поклоняться Богу человек, это уже зависит от его желания. Я хочу поделиться коротким таким свидетельством, что мне помогает всегда поклоняться Богу. Мне помогает поклоняться Богу две вещи. Две. Первое — я всегда думаю о вечности, что в вечности у меня не будет ни папы, ни мамы. у меня не будет жены и детей, у меня не будет культуры славянской, у меня не будет мнения людей, у меня будет только Иисус. Амин. И когда я думаю о том, что Иисус моя самая великая ценность, я закрываю глаза. Я уже не вижу папы, мамы, детей, родителей, братьев, сестер. Я что делаю? Поклоняюсь Иисусу. Второе, что помогает мне поклоняться Иисусу, это заповедь, повеление Божье, где Писание говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим, душою твоей, крепостью твоей и разумением твоим». То есть отдайся Ему всецело. Амин. Если смотреть на все вещи во свете вечности, то абсолютно меняется мнение и как бы свои пути начинаешь менять, действительно начинаешь отдаваться полностью Иисусу Христу. Потому что по-настоящему как «Nothing else matters». Ничего больше не имеет такого огромного значения. Это мои взаимоотношения с Ним. Моя жена мне в этом не поможет. Мои дети мне не помогут. Не только вечности. Здесь на земле они мне не помогут. Это мои личные отношения с Иисусом Христом. Если я действительно люблю Его, если я действительно хочу Ему служить, тогда я действительно отдаюсь Ему полностью. И не только в церкви. Везде. Постоянно. В моем духе, душе, теле, в моем разуме, в моих эмоциях я выражаю свою любовь к моему Иисусу. Тарас, прежде чем мы продолжим дальше, я хочу обратить внимание, что вот мы смотрели в начале передачи ролик, что 1-3 октября этого года, 2015 года, у нас в церкви будет проходить конференция хвалы и поклонения. Название ее «Поклонение в духе и истине». Spirit and truth, yes. Да, на английском языке Spirit and truth. И эта конференция абсолютно для всех людей, молодых, старых, русскоговорящих, англоговорящих. И у нас в гостях будет служитель, пастор Филипп Реннер. Это сын Рика Реннера, у которого огромное служение в России, в Москве большая церковь. То есть, он учитель Библии. И вот Филипп Реннер был под своим отцом, молодежным пастором, 7 лет. То есть, отец его очень серьезно формировал. Ученик. И не только будет Филипп Реннер, но также будет вся его команда, группа прославления вместе с ним. То есть, мы специально вызвали их с России, с Москвы, потому что он и англоговорящий, и русскоговорящий. И у него есть уникальная как бы совокупность, что он умеет почитать пасторов, знает ценность почитания пасторов. Также он много учит о важности молитвы, не только самых песен, о молитве, о посте. Он лично был в посте 40 дней. Да, я слышал. 40 дней он был в посте. Он очень много поощряет, чтобы люди и молодежь особенно были в посте, в молитве, научились ходить в послушании своих пасторов, служителей. То есть, он много говорит о том, как чувствовать вот эти все моменты. Но превыше всего, конечно же, послушание Духу Святому. Послушание Духу Святому. И каждый вечер, четверг, пятница и субботы, то есть, первое, второе, третье октября, будет вечера хвалы и поклонения, где он будет практически, то есть, вести всех нас в поклонение. Кстати, его служение сейчас в странах СНГ, в частности, в России, на Украине, в Беларуси, в других странах, оно очень-очень на огромном уровне. Оно распространяется очень быстро. На высоте, да. Я не помню, сколько людей, но когда он приезжал сюда к нам буквально полгода назад или год назад, он говорил, что люди каются сотнями, тысячи людей. Он получает от них определенные письма или как-то они контактируют вместе с ним или с его командой, и они получают такие свидетельства от людей, которые полностью отдали свою жизнь Иисусу, которые уже хотели покончить жизнь самоубийством, и его песни, и его молитва, его поклонение, потому что цель всего этого Божье присутствие. И цель этой конференции Божье присутствие, чтобы мы были там, чтобы люди пришли туда, чтобы мы научили людей, и люди научились, как быть в Божьем присутствии постоянно, и приводить это в свою церковь, в свою команду поклонения и прославления. И я знаю, что эта конференция, она поможет людям, прийти к этому, к спасению людей и к Божьему присутствию. И также он много будет учить о том, как писать свои песни, как слышать голос Святого Духа, как писать песни, которые будут, ну скажем, практичны, удобны для нашего времени, для нашей молодежи, для нашей церкви, то есть каждый человек. Также технически много будет семинаров, потому что не только он будет преподавать другие спикеры, которых мы пригласили, американцы будут преподавать о том, скажем, что такое вокал, как правильно строить вокал, бэк-вокал. То есть не только духовные вещи, а также практические вещи, которые они могут научиться и вынести ставить все моменты. Также будут много говорить о технических моментах, там бас-гитара, клавиши, будут говорить, то есть все вот эти моменты, чтобы было устройство в Доме Божьем. Потому что Иисус, прежде чем сотворить чудо, накормить пять тысяч мужчин, плюс женщины и дети, Он сказал, рассадите всех людей, по пятьдесят человек, посадите их на зеленую траву. Почему? Потому что, когда людям неудобно скрипить, там что-то слишком тихо или слишком громко, нам кажется, ну какая разница, нам главное духовно поклониться Богу. Конечно, но ввиду того, что мы еще живем в теле, и наше тело тоже хочет удобства, то мы же не говорим, а лишь бы какой-нибудь стул сел, и все, мы говорим, ну нужно и дизайн красивый, и мягкое стуло, и кондиционер, кто живет в Калифорнии, нужен, то есть удобство, вот все эти моменты также будут, ну преподаваться на семинарах, целый день в пятницу и в субботу. И еще один интересный момент, что мы будем учить о детском поклонении. Вау! О детском поклонении, то есть, как поднять целое поколение детей, которые будут смотреть не в мир, а на Иисуса. На Иисуса будут смотреть и поклоняться Богу, потому что это весьма важно, чтобы мы не ждали, когда ребенок вырастет, и может с него что-то получится, чтобы мы с малых лет начали инвестировать свое время, свои финансы, нанимать людей, которые бы их обучали, посылать их на уроки, чтобы была и, скажем, практическая база у них, и духовная база. Поэтому мы поощряем, чтобы каждый, кто может, и пасторы, и диаконы, и служители, и особенно люди, которые, ну скажем, имеют дары, пение, прославление, музыкальные дары были, обязательно были, но поклонение, как я говорил, это не для тех, кто на сцене. Конечно, это для каждого христианина. Это те люди, которые должны помочь нам, что поклоняться Богу. Поэтому поклонение нужно каждому человеку, абсолютно каждому. Поет кто-то, не поет. Кстати, меня не берут в группу прославления. Я так думал, что я хорошо пою, но что-то никто меня не приглашает в группу прославления. Мне уже 48 лет, никто не верит. До сих пор не было приглашения. Да, уже скоро у меня отверженность получится. Никто не берет, ни в группу. Но это же не значит, что я не должен петь. Я все равно пою. Я пою снизу, я поднимаю руки, я плачу, я сокрушаюсь. Почему? Я ведь поклоняюсь моему Иисусу Христу. Амин. Амин. Поэтому, это очень важно об этом помнить, знать. И я верю, что наследство, слава, благословение принадлежат поклонникам. Поклонникам. Мы часто слышим это слово, но не являемся таковыми людьми. И цель нашей передачи, цель нашего разговора помочь всем нам стать поклонниками Иисуса Христа. Начать поклоняться Ему. Что Иисус говорил в Самарянке? Что в последнее время не будет вопрос места. Иерусалим, Самария, гора или комната, или это твой автомобиль. Говорит, ну что Отец будет искать? Он будет искать себе поклонников, которые будут поклоняться Отцу в Духе и в истине. Это Иоанн 4 глава с 21 стиха. Да, то есть в Духе это имеется в виду, когда наш Дух полностью соединяется с Духом Божьим. Я вот как раз хотел, пастор, именно это и подметить, специально именно вот этот стих. Это Иоанна 4 глава, 24 стих, что Бог есть Дух. Он есть Дух. То есть мы не можем, смотря на этот мир, копируя этот мир, копируя песни, стиль, мы не можем этим просто соединиться с Богом. Бог есть Дух, и с Ним нужно соединяться первым делом именно в Духе. Как бы обратно подмечают это вот, ты говорил, что будут учить детей, разная культура, все вот это вот настолько смешано. Но самое главное, что Бог это и есть Дух. И как бы, да, может, не зависит что-то там от места, в машине, хоть дома, хоть где угодно, мы можем поклоняться Иисусу Христу, но Ему нужно поклоняться именно в Духе. То есть полное погружение. Вот для меня это и есть поклонение, настоящее поклонение. Я просто погрузился в Бога. Я один вместе с Ним. Я наедине. Я вот буквально на своей, ну, домашней группе, где мы учим учеников, делился, что я анализировал себя. От чего зависит мое поклонение Богу? От чего зависит рост мой дух, моего духа? Есть ли у меня шансы, что я стану поклонником в Духе и Истине? И вот что я анализирую в свою жизнь, к чему пришел? Интересный вопрос. Дело в том, что так как я учусь говорить спокойно, ну, ты знаешь, что я сам по жизни, я бы готов громко говорить и кричать, многие говорят, но я себя как бы, ну, дисциплинирую. Да, дисциплинирую. Хорошо. Я пробую ставить в рамки, чтобы быть, ну, удобным не только для себя, для людей. И вот представь, что я когда хочу молиться, я хочу выразить себя. А дома я заметил такую вещь. Я не могу себя выразить. Я пробовал молиться дома. Я, во-первых, стесняюсь, что меня все слушают. тихо молиться. Оно как-то у меня не помогает. Я пробовал молиться в машине, возле дома. Жена говорит, все равно не даю ей покоя. Слышно слишком. Я заметил такую вещь, что дома у меня нет шансов стать поклонником в Духе истине. И я подумал, так что происходит? Я что, никогда не стану поклонником? Я к чему веду мысль? Мы должны быть, как это, искренне. Искренне. Поклоняемся ли мы Богу в Доме своем, в Духе истине? И большинство из нас, наверное, скажут, что нет. Ну, я не говорю о всех. Но нет. Нет такого шанса, времени, комнаты. Человек не может открыться. Тогда стоит вопрос, а в церкви ты соединяешься с Богом в Духе и истине? И многие могут сказать, я в церкви не могу. Там атмосфера и окружение, куда я прихожу. Какой там Дух? Песню спели одну, две, три. И сели? Нету поклонения в Духе. Тогда стоит вопрос, если ты ни дома, ни в церкви, не поклоняешься Отцу в Духе, то духовно ты вообще не растешь. Стоит вопрос, каковы твои шансы и твоей семьи стать поклонником по сердцу Бога? Ноль. Ноль? На меня самого ужас напал. Я подумал, а есть ли у меня шансы вообще? Я подумал, какой у меня еще есть вариант? Офис. Ну, хоть у меня есть офис, но офис какой у меня? У меня всегда есть люди и всегда слышно. И я подумал, и в офисе я не поклоняюсь. И тогда я подумал, а, вот, четверг, когда никто не работает, и суббота вечером, никто не хочет приходить в офис. Я подумал, вот от этих двух моментов, четверг и суббота, зависит, стану ли я поклонником в Духе и истине. А если у человека нету вот этого момента и времени, у него вообще нету шанса когда-либо жить Словом Божьим, поклоняться Богу и служить Ему. Поэтому в наших жизнях и судьбах нету славы Божьей, а бесславие больше, чем нужно. И наши семьи, наши мужья, наши жены зачастую совсем не хотят служить Богу, потому что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И вот весь ответ. Нету поклонников, нету ни служителей, ни Божьей славы. А какой ответ для обычного человека? Люди работают по 7 дней в неделю, по 6 дней в неделю. Какой у этих людей выбор? Но хотелось бы подметить, перед тем, как ты ответишь, что в 23 стихе написано, что Отец ищет себе поклонников. Он ищет. Каждое воскресенье от начала служения, когда идет первая молитва, обычно начинаются так все служения, потом идет проставление, потом поклонение. Бог ищет. Он этого хочет. Он инициатор поклонения, и Он ищет себя поклонников. Значит, возможность есть. Но как? Где? Я готов ответить на этот вопрос. Я бы хотел перед тем, как ответить вопрос, если возможно, чтобы мы снова сейчас показали видеоролик, рекламный видеоролик о том, что будет на конференции. Потому что, ведь мы здесь для того, чтобы и научить, и рассказать, и помочь, а также напомнить. Потому что я подумал, ведь не все, может, от начала смотрели нашу телепередачу, кто-то вот сейчас только включился. Мы хотели бы еще раз прокрутить этот видеоролик, что 1-3 октября эта конференция очень важна. Отделить себя, время, может, от работы. Если вы живете в Сакраменто, это обязательно. Просто нужно отделить. Кстати, каждый вечер, каждый вечер, поклонение, и вот эти все служения, можно, вход будет свободный, бесплатный. Для каждого человека, если вы на работе, и вы не можете, то есть не послать ни свою группу прославления, ни людей, ни регента, ни диакона, никого, как бы вечером, четверг, пятница, суббота, это вход бесплатный. А почему остальное платно? Потому что огромные расходы, естественно. Конечно, вся команда Филипп Рейнер. То есть мы бы не против делать все бесплатно, только вот билеты платные, пища платное, жилье платное, все платное. Все равно мы все берем, основные все расходы на себя. Это чисто хоть, чтобы если человек хоть как-то поучаствует финансово, он этим, ну, поможет, ну, снять вот эту всю нагрузку, нагрузку, чтобы могла пройти конференция. Поэтому, если даже вы не будете на конференции, но хотите поучаствовать финансово, пусть Господь поможет вам. Если возможно ролик включить, пожалуйста. Дорогие поклонники Иисуса Христа, вы приглашены на конференцию хвалы и поклонения, которая состоится с 1 по 3 октября. Гости и спикеры конференции Филипп Рейнер со своей группой. Это будет, несомненно, незабываемое время. Конференция начнется с вечера хвалы и поклонения в четверг, 1 октября и продлится еще два дня, где гости конференции проведут различные семинары и классы для музыкантов и лидеров прославления. Каждый день будет завершаться вечером хвалы нашему Богу, где каждый может прийти и пригласить своих друзей. На каждый вечер хвалы и поклонения вход свободный, где будет приниматься пожертвование для наших дорогих гостей. Мы рекомендуем каждому музыканту и вокалисту зарегистрироваться и присутствовать на всей конференции. Не пропустите ни одного семинара. Для регистрации зайдите на сайт церкви mcg12.org Итак, мы продолжаем нашу телепередачу о ценности поклонения Богу. Что поклонение Богу это Божья идея, это идея Иисуса Христа, это не идея дьявола и не идея харизматов. Поклонение это позиция сердца и образ нашей жизни. От поклонения зависит, будем ли мы ходить в Божьей славе и будем ли мы служить Богу. Итак, ты задавал вопрос. Да, пожалуйста. Если человек занят, работает, это правда. Как я привел пример на себе. Приходит домой, дома нет ни атмосферы, ни настроя, ни возможности поклоняться Богу. Может и просто усталый, просто уставший и все. Приходит в церковь, и в церкви никакого поклонения Богу. Ну, говорят, хор спел. Я не против хора, я за хор. Но от того, что хор спел, это мне от этого никакой пользы нет. Абсолютно нет никакой пользы. Скажем, если кто-то занимается спортом, а я на него смотрю, то какая мне от этого польза? Да никакой совсем. Точно так, если хор поет, а мое тело, мое сердце, мои уста не участвуют, то что польза от этого? Я же не поклоняюсь Богу. Я пропустил свой шанс, свою возможность. И тогда стоит вопрос, что делать? Дома нет возможности, в церкви нет возможности. Что делал Иисус? У Иисуса не было ни дома, ни церкви. И он в храме не мог поклоняться Богу. Нигде. Но это не говорило о том, что он не должен. Что Иисус делал? Луки, 5 глава, с 15 и 16 стихи. Луки, 5, 15-16. Но тем более распространялась молва о нем. И великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Другими словами, Иисус становился все более занятым, и занятым, и занятым. Его служение росло, 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 росло. И Иисус увидел опасность. Мы можем настолько увлечься служением Богу, что не остается времени для самого Бога. То есть, служа Богу не означает, что ты сразу автоматически поклоняешься ему? Нет. Человек может говорить, я же Богу служу, я в церкви на полное время, я занят, а у меня вопросы, у меня проекты, у меня миссия накорми голодного, подстриги лохматого. Бог же меня поймет. Я же вот проповедую, я молюсь, я пою, я в хоре, я рассказываю стихи. Это все слава Богу. Но это не говорит, что ты поклоняешься Богу. В чем заключается суть поклонения Богу? Когда ты один на один, один на один, своим духом соединяешься с Духом Божьим. И вот если этого нет, мы стали просто религиозными людьми. И мы уже не нужны ни Богу, ни людям. Внешне мы, ну, люди думают, что мы классные, духовные, что с нами порядок, а мы мертвы уже. Поэтому, что делал Иисус Христос? Библия говорит, но Он уходил. 16 стих. 16 стих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Вот что с нами происходит. Что происходит? Мы заняты настолько служением Богу, что поклоняться Богу нам некогда. И в этом опасность. Мы можем лишиться и Божьей славы, и Божьего помазания, и служения Богу. Потому что мы настолько увлеклись. Стоит вопрос, как поступить, когда нет шанса. Нужно планировать время для поклонения Богу, оставлять все и всех. И уходить в пустынное место, на поле, сесть в машину, уехать где-то и сказать, ну могу хоть раз в неделю, ну может хоть один час провести с Богом, где меня никто не слышит, никто мне не мешает, никто меня не отвлекает. Вот я духом своим соединюсь с Богом. Я, да, пастор, мое личное свидетельство, я в таком же самой ситуации, как и ты. Я прихожу домой, у меня одной девочке три года исполнилось, а другой исполнилось три месяца. Это, ну, постоянно менять нужно, заботиться, горы посуды, дома надо убирать, постоянные заботы. Даже когда я отвожу их в детский садик, и потом иду на работу в церковь, или еду куда-то по своим делам, нет вот этой атмосферы, просто нету, постоянная вот эта суета, занят, много дел. Прихожу в церковь, как бы мы же работаем в офисе, обычно в церкви, как бы, среди недели никого нету в самом здании. И я туда иду, и постоянно думаю, а сейчас кто-то зайдет, а я здесь горлани соединяюсь с Иисусом. И не могу никак сосредоточиться. И я, точно так же, как и ты, искал вот это место поклонения. Ищу место, где я могу хотя бы пару раз в неделю, да, есть в церкви молитва, есть молитва на домашней группе, но это не та молитва. Но мы все молимся, утром помолились пару минут, вечером перед едой помолились, это не та молитва. Мы говорим о поклонении. Да, и я нашел свое место. Я положил детей спать, жену тоже положил спать. Выхожу на улицу и просто иду по дороге. Я как бы, ну я хожу, я занимаюсь не то, что спортом, просто хожу. Хожу, да. Иду по дороге, милю две, три, и просто говорю с Иисусом. И я, как бы, может, нету такого, я там не кричу, не то, что там куда-то прорываюсь, но когда я прихожу назад домой, буквально 20-30 минут я похожу, я чувствую, что я отдался. Вот то, что скопилось внутри меня, я просто отдал, я вылил это, я поделился. И я знаю, что Иисус услышал меня. И я вижу результаты в моей жизни. Я вижу славу в моей семье. Как ты говорил о славе и бесславе, амин, о славе и бесславе. Как бы я вижу это на практике, поэтому я абсолютно сорендарен с тобой, пастор. Я задавал сам себе много вопросов. Почему нету того уровня славы Божьей и в моей жизни? Ведь я хочу, когда мы читаем об Иисусе или о генералах веры, много Божьей славы. Мне, как пастору, часто люди звонят, помолись, помолись, помолись. И я говорю часто людям, легче всего помолиться. Я готов от сердца, с верой, с дерзновением помолиться, но глубоко в душе я задаю сам себе вопрос. А результат будет? Или я просто помолился? Беру ли я на себя ответственность за результат моей молитвы? Легче всего сказать, у этого человека не было веры. Но стоит вопрос, а у тебя она была? И так как я прожил уже 48 лет жизни, и может мне осталось каких-то 40, не знаю, 2, 45, не знаю, сколько. И у меня вопрос, буду ли я подобным Иисусу? Ну хотя бы не на 100, хотя бы на 10 процентов, во всем. И когда я становлюсь честный сам с собой, я задаю вопрос Дух Святой, помоги мне, помоги мне стать хоть немножко подобными Иисусу Христу, потому что Иисус моя самая великая ценность. И вот тогда Господь начал меня вести. Вот посмотри, говорит, на Иисуса. Ты иногда только в Духе соединяешься, а Иисус был всегда един с Отцом. Другими словами, вот представь мысленно, если я только два раза в неделю буду пить воду вечерами, в четверг и в субботу. Как я привел пример, вот когда я молюсь и соединяюсь с Богом в Духе, каково будет мое здоровье, если я только два раза в неделю буду пить воду, да простите за это слово, я зачакну, я стану никем, я скелет, а я еще рассчитываю, что я буду классным служителем по сердцу Бога. Да никогда. И жить 45 лет еще. Да никогда. То есть мне нужно что? Ежедневно что? Соединять себя с источником жизни, чтобы быть в Духе. И вот буквально даже вчера я ехал и рассуждал, говорил Господь, ну открой мои глаза, открой, ведь ты знаешь мое сердце, я хочу по-настоящему измениться, я хочу быть поклонником в Духе и истине. И что мне Дух Святой начал показывать? Говорит, посмотри на Иисуса. Он независимо от церкви, от служения, от обстоятельств, Он Духом всегда был соединен с Отцом. Не просто так, я, да, 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 я там понимаю умом, я посажен на небесах. И что мне Дух Святой показал? Посмотри на кресте. Когда Иисус висел на кресте, был распят. Вдруг настал момент, люди этого не видели. Мария, Мать Иисуса Христа, не видела этого. Ученики не видели. Но Иисус вдруг сказал на кресте, Отец Мой, Отец Мой, зачем Ты оставил Меня? Произошло отсоединение. Отец отвернулся от Иисуса. Да, мы можем сказать, но это был момент, когда Иисус взял на Себя грехи всего мира. Все это правда. Но я от другой мысли совсем, что в этот момент перестал Иисус Духом быть одно с Богом. Люди этого не видели. Ученики не видели. А Иисус знал. Это самое печальное, что может произойти для служителя. И Дух Святой показал, смотри, Иисус был 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, всегда в Духе соединен с Богом. А ты, а ты настраиваешь себя, настраиваешь, думаешь, когда же мне соединиться вообще-то с Богом? Вот хотя бы раз или два раза в неделю. Нужно как-то спланировать время. Ну да, мы с этого хотя бы начинаем. Но цель, чтобы мы духовно были всегда одно с Богом. Вот поэтому Иисус знал, чтобы усиливать свои отношения с Отцом, нужно отделять этому время, отделять снова и снова и снова и снова и снова. И когда мы всегда в Духе, когда мы всегда поклонники, только тогда на нас Божья слава и мы настоящие Его служители. Аминь. Вот какая огромная ценность поклонения Богу. Когда я читаю Иисусе, такое ощущение, что как будто он богочеловек. У него было больше времени, чем у меня. Хотя служение было в тысячи раз больше, чем у нас. И вообще как бы обычного христианина или церкви огромнейшее служение. И он все равно уходил, чтобы молиться. То есть это поклонение Богу, это был приоритет. И потеря Божьего присутствия, потеря поклонения в жизни христианина, так как ты уже выразился, я просто подчеркиваю твою мысль. Это самое печальное, что может произойти. Самое печальное в жизни христианина, в жизни служителя. Но что я хотел подметить еще обратно в Матфея 4 глава, где ты, я извиняюсь, Иоанна 4 глава, где Бог говорит, что я ищу себя поклонника в Духе Истине. И вопрос, который я как бы задал тебе, хочу обратно же, как я сказал, это подметить. Иисус возвратил взгляд этой женщины обратно на себя. Она говорит, мы знаем, что придет Мессия и он нам все расскажет. То есть там будет какое-то определенное учение, а Иисус говорит, но я уже здесь. Я уже здесь. Мое присутствие здесь. Я есть Мессия. То есть взгляд, поклонение, молитвы, соединение начинается всегда с Иисуса Христа. И так как он сказал это этой женщине, значит у каждого из нас эта возможность. И у каждого из нас есть это, ну как, платформа, чтобы соединяться с Иисусом. Вот здесь есть интересный момент. Эта женщина могла сказать, но я же ничего не чувствую. Конечно. Я же не чувствую Божьего присутствия. Я не чувствую помазания. То есть эта женщина была рядом с Иисусом Христом, но она ничего не чувствовала. А почему она ничего не чувствовала? Ее сердце не было сконцентрировано. Ее взгляд не был сконцентрирован на Бога. Она искала, чтобы вот как мы, самаряне, так должно быть правильно. И многие люди сегодня подобно, ведут себя подобно этой женщине. Они говорят, вот как у нас в церкви, так правильно. А у остальных все неправильно. И вот это и есть наша проблема, что правильно это тогда, когда наше сердце, наш разум сфокусирован на Иисуса, а не на нашу культуру, не на наши учения, не на наши привычки, не на наши обряды, и как было всегда. Ведь в конечном итоге Иисус и пришел для того, чтобы изменить и нас, и нашу культуру, и наши ценности, и наши приоритеты, но очень важно влюбиться в Иисуса полностью. И когда мы влюблены в Иисуса и не перетягиваем Бога на свою сторону, а себя отдаем Богу, вот тогда начинается Божья слава. И хороший этому пример для меня есть сфирь. Библия говорит, что когда царь искал себе другую царицу вместо остынь, то привели много-много красивых девушек. Я верю, что в царстве уже отобрали самое лучшее среди лучшего. Ну, как бы в наше время это как конкурс красоты, да? То есть отобрали, вот представь, конкурс красоты. В Америке 300 миллионов жителей. 300 миллионов, из этих 300 миллионов выбрались там 50 девушек. Привели к царю. И каждая из них смотрела на себя и она думала, я наилучшая, я наилучшая, я наилучшая. Для меня это прообраз каждой нации и каждой церкви, которая думает, мы самые правильные, мы лучшие. На небе будет украинский язык, а кто-то говорит, нет, испанский язык. Ну, немножко это шутка, но все равно. Каждый, каждый думает, вот как мы делаем, мы наилучшие. Но там была вот эта девушка из Фири. И она не фокусировалась на себя и не думала, я наилучшая. О чем она думала? Библия говорит, что она узнавала ценности царя. Она думала, что царь любит. Какие его интересы, а не какие мои интересы. И там есть такой интересный момент, что Библия говорит, перед тем, как каждая девушка должна была войти к царю и провести с ним ночь, и от этого зависела, потому что был один только шанс, один шанс, одна ночь, от этого зависела, будет ли она царицей или нет. Царицей именно будет или нет. То им давали шансы, возможность брать, просить все, что они хотят. Для меня это прообраз нынешних служений, что каждая церковь тоже имеет шанс просить у Бога все, что ты хочешь. Выражать свои желания, какие только хочешь. И Бог даст тебе, но это не значит, что если Бог отвечает на твою молитву, значит ты понравился Богу. Это вообще не значит. Совсем. Если ты там говорил, о Господь, ну дай мне это, ну да, я так хочу, я не могу без этого. И Бог дал. И нам приходит мысль, я понравился Богу. Нет, ты вообще Богу не понравился. Так он же ответил на мою молитву, ну и что? Он то ответил, но ты не понравился ему. Библия говорит, я нашел себе человека по сердцу моему. То есть было много хороших людей, любили Бога, но они не знали сердца Бога. Что интересно, что все эти девушки, о которых ты говоришь, которые там пришли, они же оставались в царстве. Да. Он же как бы не то, что ты... Они не теряли другими словами свое спасение. ты пойдешь в рай, ты будешь с Богом, но являешься ли ты поклонником? Являешься ли ты поклонником Бога Иисуса Христа? Постоянно. Каждый день. То есть, когда она приняла эту позицию царицы, она же не может отказаться от нее завтра или через год. Ты принимаешь на себя, это твое решение, это твой стиль и образ жизни быть поклонником Иисуса Христа. И вот что интересный момент, почему Есфирь, она стала именно царицей? Потому что Писание говорит, она для себя не просила ничего. Это не значит, что мы не должны у Бога для себя ничего не просить. Вопрос в другом. Она думала о другом. Она думала, это мой шанс не просто что-то иметь, все иметь. Потому что, если ты не стал царицей, то ты только что-то имеешь. А если ты станешь царицей, ты имеешь все. Да. Все. И вот когда мы поклоняемся Богу и становимся поклонниками по Его сердцу, мы имеем все. Иисус имел все. Абсолютно все. И Он много раз говорил, если вы пребудете во мне, если вам и вас пребудут, все, 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 оно будет ваше. Но чтобы это все стало нашим, вначале что сделала Исфирь? Она всецело себя отдала Богу. Она не ждала, что Бог перейдет на ее сторону. Пастор, она отказалась от своей нации. На тот момент она должна была забыть обо всем. Она отказалась от своей культуры. Она отказалась от своего мнения. Мардахей сказал, не говори о своем прошлом. Да. Не говори, что ты украинец, русский, белорус, узбек. Вообще, это вычеркни из своей жизни. Ты христианин. Никакой ты не русский, не украинец. Ты христианин. Ты принадлежишь Христу. Амин. И что произошло? Вот, когда она перешла и отдалась царю, отдалась царю, она стала царицей. И для меня, вот это, отдаться царю, это и есть поклонение. Да. Когда ты пришел, ты отдался так Иисусу, что уже у тебя ничего не осталось. Вот тогда ты становишься поклонником. Тогда происходит все мое, твое. Все мое, твое. Итак, возлюбленные, глубокая, чудесная тема, важная тема. И я призываю, чтобы мы стали поклонниками. Найдите время для себя. Отделите хотя бы один час в неделю поклоняться Иисусу Христу. Это изменит нас. Это может не изменить церковь, семью. Нас изменит. Но это самое главное. Цените свои отношения с Богом. Еще раз. 1-3 октября. 1-3 октября 2015 года. Конференция хвалы и поклонения. Отделите это время быть вместе с нами. Ведь мы не будем поклоняться церкви. Мы будем поклоняться Иисусу Христу. Аминь. В духе и истине. И название церкви, извиняюсь, и название конференции поклонение в духе и истине. Скажите об этом ближним. Скажите об этом родственникам. Скажите об этом своему пастору. А всем, кто любит поклоняться Богу, скажите, пошли на эту конференцию. Поехали на эту конференцию. Даже если вы живете в других городах, Обязательно прийдите, регистрируйтесь на веб-сайте mcg12.org Или найдите церковь Мелхиседек, зайдете на веб-сайт, обязательно зарегистрируйтесь Я верю, что вся цель этой конференции, чтобы мы строили вместе одно Божье Царство Царство Иисуса Христа Вот наша задача, вот наша цель Поэтому спасибо, что вы смотрели сегодня эту телепередачу Делитесь об этом с другими людьми С вами был я, пастор Виктор Музычук и также служитель Тарас Черный До свидания, дорогие друзья Дорогие поклонники Иисуса Христа Вы приглашены на конференцию хвалы и поклонения, которая состоится с 1 по 3 октября Гости и спикеры конференции Филипп Реннер со своей группой Это будет, несомненно, незабываемое время Конференция начнется с вечера хвалы и поклонения в четверг, 1 октября и продлится еще 2 дня Где гости конференции проведут различные семинары и классы для музыкантов и лидеров прославления Каждый день будет завершаться вечером хвалы нашему Богу Где каждый может прийти и пригласить своих друзей На каждый вечер хвалы и поклонения в ход свободный Где будет приниматься пожертвование для наших дорогих гостей Мы рекомендуем каждому музыканту и вокалисту зарегистрироваться и присутствовать на всей конференции Не пропустите ни одного семинара Для регистрации зайдите на сайт церкви mcg12.org Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok